Травму я получил в 2001 году. Нырнул в водоем, сломал себе шею. С 5. И с тех пор это восстанавливаюсь. Средства реабилитации, ЛФК, массаж и физиотерапия, токи. У нас в нижнем была эта пробная, как бы вот с шейником пробная акция. И я попал в это вот число, вот это вот. И пошли результаты. И начал, как говорится, уже активно в нем участвовать и ходить. Мернее, ну, пробовать вот это вот. Поначалу сперва на месте топтался там, потом после нескольких уже процедур уже сила появилась и спине, и в ногах. И удачно, можно сказать, пошло все. И начал сейчас ходить в экзоскелете. Как вот, как спинальники. Ну, с такой же скоростью, без остановок, без ничего. Ну, сперва страшно было, конечно, когда палки поставили, боязнь упасть. Ну, это... Тут еще зависит от инструкторов, как они тебя поставят. То есть, чувствуешь их поддержку, страховку, и тогда вот уже можно уже полностью на них надеяться, что ты не упадешь. Ну, первое время, конечно, страшно было. И запутанно, теряешься. Ведь все равно же как-то новое. Это не вот там то, что ты ходил и сел и пошел с ним опять. Нет, это то, что после некоторых времени, то, что ты не ходил, и тут бах, в этом экзоскелете ты пошел. И это... Ну, вот, конечно, с палками страшновато сперва было. Ну, появилась уже это. Как-то уверенность, сила в ногах, в руках. То, что это... Ну, шанс появился, можно сказать. То, что можно что-то исправить. Во-первых, изменение экзоскелета позволило мне тазовую свою часть, которая у меня искривилась от спастики, от мышц, то, что они... Таз выпрямляться начал у меня. Ну, сила в ногах появилась, икроножные мышцы наливаются. Вот. Ну, вообще, сила, уверенность появилась. Конечно, сейчас активный образ жизни побольше веду. Ну, еще зависит от того, где ты живешь и как. Потому что у нас сейчас инвалиды-то в основном по домам сидят на верхних этажах, не выберутся. Ну, а так, если есть возможность, стараюсь больше сейчас путешествовать, куда-то ездить, общаться с людьми. Вообще, просто гулять по городу. Просто не сдаваться, а встать на ноги. Может. Здорово. Он вообще на первом году травмы вообще бы здорово помог бы человеку встать.